Как вы оцениваете два года президентства Зеленского? Много обстоятельств, много факторов, много разного рода нюансов, которые влияют на эту оценку. А вот вы три слова подберете, вот такие, которые максимально емко, на ваш взгляд, могли бы оценить эти два года и дать какой-то вердикт? Я, напевно, больше, чем три слова, потому что я балотировался тоже на президентских выборах. И я дякую всем тим, многим в Украине, людям, которые за меня голосовали. Зеленский был моим конкурентом. И я могу сказать сегодня то, что говорил два года назад, что я был бы лучший президент. Потому что то, что они сделали, продаж земли, где закончение войны, где поделание бедности, где низкие тарифы, где все иное. Его ничего не имеет. Это все невиконанные обещания, которые не могут быть выполнены, потому что они не способны и не умеют их выполнять. Но одновременно я могу побожать все-таки на час, который остался в Зеленскому на посаде президента, я не знаю, сколько ему осталось. По Конституции три года, в реальности это может быть меньше. Когда они сегодня говорят про другий термин, який другий термин, первый хотя бы до сих пор, и с теми действиями, которые происходят. Я могу все равно побожать моему конкуренту політичному, по лидеру Зеленскому одного, успехов. Я хочу, чтобы он то, что обещал, сделал. Потому что мы все живем в нашей стране, у нас есть еще и нет. Мы все хотим в нашей стране успехов. Мы хотим, чтобы это была наибольшая страна. Если Зеленский выполняет хотя бы сотую долю того, что обещал, я ему подякую. Я ему скажу, что он выполнил свою миссию. На жаль, сегодня я могу сказать этики одни. Траченный час. Час, еще даже экватор президентской каденции Зеленского не наступил. Как вы думаете, ключевой фактор, который помешал сделать больше Владимиру Зеленскому, это что, на ваш взгляд? Но объективное давайте оставим, потому что наши зрители это понимают. Да, пандемия, безусловно, корректировала планы ситуации на Донбассе. И вот такие вещи, которые на поверхности, очевидно, это ясно. Вот что, на ваш взгляд, прежде всего мешало? Перед за все? Да. Ключевой фактор? Да. Он взялся не за свою справу. Ага. Изначально вы имеете в виду вообще? Безусловно. Знаете, не треба браться за то, что они могут сделать. Кожен мае реально оценивать свои силы. Не треба вдавать из себя того, кем ты не есть на самом деле. Президентство – это не игра, это не роль. Президентство – это миссия. Это покликание. Это твоя карма. Особенно в воюющей стране. И когда ты берешься за это, когда ты идешь, то ты должен понимать, что ты не идешь для того, чтобы играть. А идешь для того, чтобы отдать себя до останков и даже своё життя. За эту страну и за этих людей. Продолжение следует...